здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую всех на своем канале ну что ж надев модные штанишки купленные на рынке я сегодня на рынок и отправилась и первое что я вам покажу это конечно же красивая обувь действительно на рынке можно найти очень качественную кожаную обувь можно конечно и не кожаную встретить но если потрудиться поискать можно найти действительно сокровища например вот подобные ботильоны чемника задей красивый цвет натуральная натуральный материал это кавалину все время забываю как называется на русском подобные материалы правда сегодня обувь которая вам покажу она и стоит недешево для рынка это все-таки в районе 100 евро может стоить 80 евро может стоить 120 евро то есть это не дешевая обувь это очень часто остатки сладким из других магазинов других брендов это очень часто собственное производство подобная обувь очень итальянская она ко всему подходит итальянки носят часто подобную обувь именно в этом сезоне челси конечно же есть челси всегда популярны в италии абсолютно стритстайлерский вариант я заметила что не только бархатная обувь но и обувь из такой фактурной ткани она выглядит очень солидно очень красивые два варианта правда цена не маленькая 84 евро очень красивая обувь в единственном варианте это то что как говорят здесь в италии остатки из магазинов цена 89 евро и для подобной обуви абсолютно кожаной прекрасно выполнена это конечно не высокая цена сколько стоит может подобная обувь в магазине на самом деле сложно сказать иногда цена может быть и в два раза выше иногда скидка на рынке достигает небольших 30 процентов от цены в магазине все на самом деле зависит от производителя и вот она идеальная стритстайлерская обувь посмотрите бархатные полу сапожки смотреться они будут очень эффектно только в магазине у нас есть это и а и 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 сегодня я хотела показать вам полосапожки еще раз некоторые товары настолько мне нравятся что я показываю их несколько раз также бывает и с витринами также бывает и со стритстайлерами настолько они поражают мое фэшн сердце но представляете та обувь которую хотела вам показать она уже продана обувь которую я показываю вам сегодня она кожаная и поэтому цена достаточно высока ушла я сегодня с покупками с этого развала в том числе ну что ж двигаюсь дальше красивая трикотажная база мне кажется подобные костюмы уже видели но продавец иной и снова я рядом с перчатками на самом деле сегодня у меня был личный интерес и я предложила торговцу этими перчатками поскольку есть большой интерес как раз таких перчаткам сегодня на рынок я пришла с деловым предложением а именно я предложила выставлять перчатки как раз таки которые нравятся очень моим зрителям на нашем магазине temporary restore который мы хотим организовать с микелой и помните я рассказывала вам о повышении цен помните я рассказывала вам о том что нет склада то есть нет магазина сейчас у большинства производителей и у большинства продавцов и мне был дан ответ что это просто невозможно в этом сезоне будет сделать потому что если мне отдадут на продажу даже небольшое количество допустим 50 пар перчаток то есть риск если они будут проданы через наш с микелой портал будет риск остаться без товара непосредственно на рынке представляете действительно есть некий дефицит не производится в достаточном количестве товар и не закупается в достаточном количестве товара мы условились на том что если подобная идея будет нравиться обеим сторонам мы договоримся о проценте который будет отчисляться нам за продажи то нужно будет договариваться за 6 месяцев заранее сегодня среда я нахожусь на рынке в оба на терм и поэтому все вещи которые я пока показываю вы без труда найдете по средам на рынке в оба на терм и еще в прошлую среду я обратила внимание именно на этого продавца у него пальто который я часто вижу на стритстайлерах они эффектно смотрятся несмотря на то что клетка и полоска как часто пишут комментариях не совмещенные тем не менее эти пальто стоит недорого смотрится очень эффектно примеряю одно вот такое укороченное пальто безусловно стопроцентная синтетика но цена 24 евро смотрится ярко эффектные посмотрите на рукав рукав такой который должен сейчас быть у современного пальто то есть имеет манжету кстати возникли споры в комментариях манжета все-таки женского рода никак не мужского имеет манжету и посмотрите широкий руках вот такой широкий рукав который потом сужается за счет манжеты это то что отличает современные пальто и вот они пальто который будет эффектно смотреться стоит недорого, в районе 30 евро можно подобное пальто купить, и они представлены в самых разных цветах. Действительно, находка для любой модницы. Трикотажная база, конечно же, наподобие тех брючек нашла, которые сегодня на мне. Есть все цвета, на мне сегодня голубые, но на самом деле на рынке можно найти любой цвет, главное захотеть его найти. И вот она моя находка. Подобная куртка укороченная, как будто бы на резинке стоит 25 евро. Потрясающий цвет, аккуратно сделана за счет того, что всю фактуру можно точнее всю фурнитуру можно скрыть, и эта куртка идеально бы подошла по цвету к моим брюкам. У меня получился бы очень красивый цветовой образ. Зеркало слегка пыльное на рынке, и также сегодня очень пасмурно, поэтому не видно всей красоты цвета этой куртки, но она была также представлена в других цветах, в том числе очень красивый цвет шоколада. И эта куртка, вы знаете, в примерке повела себя очень и очень достойно. Красивый воротник, повторюсь, молнию белого цвета, который не очень аккуратно выглядит, можно спрятать. И точно в таком же цвете я нашла пуховик, который слегка длиннее. На самом деле эти пуховики скорее всего появятся в большом количестве в ближайшее время, и повторюсь, они выглядят очень-очень достойно. Так же, как и пальто. Вот такие пальто, подобные длинные фасона, я их всегда называю очень итальянскими, потому что итальянки любят подобный фасон и подобную длину. Снова огромное количество трикотажа. Можно действительно выбрать и хороший состав, и самое главное цвет. Вот зачем стоит приходить на рынок, так это за цветным ярким трикотажем. Прежде всего, если вам нравится составлять образы цветовые, как нравится мне, посмотрите, как красиво бы было этот зеленый цвет к моему пальто. Сегодня повторюсь пасмурно, поэтому цвета отражаются не так как красиво, как они выглядят на самом деле. Мичи. Мичи. Головные уборы самые разные, они представлены самыми разными в витринах и точно так же на рынке действительно есть из чего выбрать. Кашемировую шапочку можно купить за 20-25 евро. Вот они, нитки, которые подорожали. Помните, я рассказывала, что одна из причин того, что в предстоящем сезоне все будет стоить, вся одежда будет стоить несколько дороже, заключается в том, что подорожают нитки. Они уже подорожали. И всегда на рынке, тоже я об этом рассказывала, можно купить очень хорошее нижнее белье. И так называемое термобелье вот действительно на рынке представлено тоже в огромном количестве. Большой ассортимент есть из чего выбрать. И состав шелк плюс кашемир, шелк плюс шерсть. Это очень популярный состав для женского нижнего зимнего белья, который позволяет нам модницам не замерзнуть. Ну что ж, я двигаюсь между рядами и нахожу пряжу. Я очень люблю пряжу. Мне нравится пряжа, мне нравится ее трогать, мне нравится соотношение цветов. Вот пряжа, посмотрите, с небольшими пайетками. Подобный трикотаж очень популярен. Фабиано Филиппи постоянно предлагает подобный трикотаж. Итальянки очень много вяжут. Посмотрите, синьора купила целый пакет пряжи, и она же дала мне совет, как выбрать пряжу. Она подумала, что я буду вязать в ближайшее время, хотя на самом деле мне хотелось спросить, во сколько ей обошлась пряжа, которая находится у нее в пакете. Итальянки любят вязать, и что действительно стоит покупать на рынке, так это пряжа. Очень часто разница за моточек может составлять целый евро, это существенно. 4,90 стоит пряжа, моточек, шелк и кашемир. Это считается бэйби пряжа, то есть из нее вяжут детские вещи, шапочки, кофточки, штанишки. Она не колется и очень нежная. Остатки пряжи собирают специальные коробки и продают по спеццене. Здесь действительно можно найти сокровища, как в том, что касается цены, так и состава. Я очень люблю вот такую широкую пряжу. Самые мои любимые спицы, это спицы, если не ошибаюсь, десятый размер, то есть очень толстые. И я недавно, недавно, пару лет тому назад вязала шарф и подумала, а не связать ли мне в ближайшее время своим мальчишкам шерстяные шарфы. Я придаю большое значение шерстяному шарфу, потому что действительно эта вещь, этот аксессуар очень нужный и может согревать. о чем у нас будет? И сей пряжи, которую я сегодня видела, мне понравилась. Вот это 4,50 замоток. Очень красивые цвета. Посмотрите, какие прекрасные оттенки коричневого и бежевого, которые будут очень красиво смотреться в одном изделии. Например, шарф полосками получился бы очень красивый. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Очень скоро увидимся. Всем пока-пока.